Учитель русского языка Учитель русского языка Учитель русского языка В семинаре использованы фрагменты уроков русского языка в 4 классе языкового погружения. Данное учащиеся обучается на государственном языке и русский язык преподается у них как второе. Прежде чем перейти к основной части семинара, думаю, следует напомнить, что формативное оценивание является неотъемлемой частью процесса обучения и проводится учителем регулярно в течение четверти. Данный вид оценивания обеспечивает непрерывную обратную связь между учащимися и учителем без выставления баллов и оценок. При формативном оценивании учащийся имеет право на ошибку и ее исправление. Это позволяет определить возможности обучающегося, выявить трудности, помочь в достижении наилучших результатов, своевременно скорректировать учебный процесс. Процесс формативного оценивания состоит из следующих этапов. Первое. Планирование и организация формативного оценивания. Второе. Выбор стратегии формативного оценивания. Третье. Анализ результата формативного оценивания. Четвертое. Предоставление обратной связи. На прошлом семинаре мы подробно рассмотрели процесс планирования и проведения формативного оценивания. Сегодня я хочу обозначить ключевые моменты при организации формативного оценивания. Необходимо охватить все цели обучения, предложенные в учебной программе для изучения данного раздела. К примеру, при изучении раздела «Человеческие ценности» для развития навыков чтения и письма предложены следующие цели. Читать текст, используя виды чтения, ознакомительное чтение, выборочное чтение, чтение пароля. Пронимать ключевые моменты в коротком тексте, содержащем незнакомые слова. Формулировать оценочные вопросы по задержанию текста и о поступках героев произведения с помощью учителя. Письмо. Представлять истории в виде небольших комиксов, иллюстраций, буклета, коллажа, дополняя предложения. Правильно писать незнакомые слова, используя орфографический словарь. Обозначать на письме непроверяемые безударные гласные, проверяемые в корне слова и подбирать проверочные слова. Применять знаки припинания в конце простых предложений в зависимости от цели высказывания и интонации. Совершенствовать каллиграфические навыки, соблюдение высоты, ширины и наклона прописных строчных букв и их соединения. В повседневной практике формативного оценивания можно использовать следующие стратегии для измерения уровня усвоения прогресса обучающихся. Цветок успеха, карусель, сигналы рукой, светофор, бегающий диктант, оценивание по образцу, одноминутное эссе, лечевые образцы, словесная оценка, бланк ответа, листы наблюдения, викторины, опросы и другие. Стратегии формативного оценивания можно использовать на различных этапах организации учебной деятельности, как в процессе объяснения новой темы, так и в процессе выполнения заданий. Стратегии формативного оценивания могут использоваться при организации индивидуальной, парной и групповой работы. В практической части нашего семинара мы рассмотрим виды заданий на развитие навыков чтения и письма при изучении раздела «Человеческие ценности» и стратегии формативного оценивания, позволяющие определить уровень учебных достижений при выполнении данных заданий. Учащимся предлагается прочитать сказку «Мудрый отец» и заполнить планк ответа. Цель обучения – понимать ключевые моменты в коротком тексте, содержащем незнакомые слова. Уровень мыслительных навыков – понимание. Критерии оценивания – учащийся понимает ключевые моменты в прочитанном тексте. Дескрипторы определяют значение четырех и более слов, находят в тексте слова наставления, объясняют собственный выбор, используя содержание текста. Выполнение данной работы учащиеся могут оценить самостоятельно, используя цветок успеха. После выполнения работы учащиеся рисуют и закрашивают цветок в соответствии с уровнем выполнения задания. «Зеленый» – у меня все получилось, «Желтый» – не все удалось, «Красный» – не было трудно. На партах у вас есть текст «Мудрый отец». Прочитайте его, пожалуйста. После текста у вас даны задания, пожалуйста, прочитайте и выполните. После выполнения заданий учитель обязательно при проверке работы записывает комментарии. При предоставлении обратной связи необходимо отметить сильные стороны работы учащиеся и дать рекомендации, каким образом можно исправить недочеты и улучшить работу. Здесь учитель может использовать стратегии «две звезды» и «пожелания», «плюс», «минус», «плюс». Также достижение учащимися цели обучения 4, 3, 2, 1 – понимать ключевые моменты в коротком тексте, содержащем незнакомые слова – можно проследить при выполнении упражнения «найди пару». Учащимся в данной части предложений, им необходимо соотнести начало и конец предложения. Мы прочитали им текст «Мудрый отец», и сейчас мы посмотрим, насколько внимательно вы читали это произведение. У вас на парте есть карточки, вам нужно будет соотнести начало и конец предложения. Я все. Пожалуйста, Данил, прочитай, что у тебя получилось, остальные проверяем и справляемся неверно. А чтобы каждый день были у тебя новые сапоги, надо с вечера хорошо вымыть и почистить свои сапоги. Никогда это не забывай. Вот и будут они на другой день, как новые. Если ты хочешь в каждой деревне быть как дома, заведи в каждой деревне верного, надежного друга, и будет у тебя там свой дом. А чтобы люди тебе первым укланялись, вставай раньше всех, выходи на работу первым. Тогда все, кто позже тебя выйдет, поздороваться с тобой, покланятся тебе. Хорошо. У кого так? Поднимите руку. При информативном оценивании в данном случае используется наблюдение учителя. Учитель определяет, насколько внимательно был прочитан текст и позволяет сделать вывод об уровне понимания учащимися ключевых моментов в тексте. Одна из целей подчтения звучит так. Формулировать оценочные вопросы по содержанию текста и о поступках героев произведения с помощью учителя. Дескрипторы. Учащийся составляет три оценочных вопроса к тексту и отвечает на заданные вопросы. Для проверки уровня достижения учащимся данной цели можно использовать стратегию карусей. Учащимся предлагается составить три оценочных вопроса по содержанию текста. Затем учащимся необходимо разделиться на две группы. Первая группа становится во внутренний круг, вторая группа во внешний. Учащиеся становятся напротив друг друга и задают составленные вопросы. После выполнения задания учащиеся озвучивают, чей вопрос им понравился больше всего. Учитель во время проведения упражнения наблюдает и фиксирует, правильно ли поставлены вопросы к тексту. Следующая цель обучения на чтение – читать тексты, используя виды чтения – ознакомительное чтение, выборочное чтение, чтение по ролям. Здесь можно использовать стратегию формативного оценивания, взаимооценивания по критерии. Учитель делит учащихся на микрогруппы. Одна группа читает текст по ролям, другая группа оценивает каждого учащегося по критериям. Читал громко, читал выразительно, читал, соблюдая паузы и соответствующую интонацию, озвучивал свою роль, правильно произносил слова. Далее мы с вами рассмотрим способы оценивания упражнений на развитие навыка письма. Например, после прочтения текста можно предложить учащимся выписать какие-либо моменты из текста и проверить цель обучения, совершенствовать каллиграфические навыки, соблюдение высоты, ширины и наклона прописных строчных букв и их соединений. Уровень мыслительных навыков применения. Критерии оценивания. Учащиеся записывают предложения, соблюдая норму каллиграфии. Дескрипторы. Пишет текст, соблюдая высоту, ширину, наклон прописных строчных букв и их соединений. Пишет аккуратно, разборчиво. Так, при работе с текстом «Мудрый отец» было предложено выписать предложения, в которых отражены наставления отца. Учащимся необходимо было списать предложения, соблюдая норму каллиграфии. При формативном оценивании данной работы учителем проводится анализ и дается письменная обратная связь в виде комментариев, где отражены положительные моменты и моменты, требующие улучшения. Рассмотрим следующую стратегию. Это стратегия «Бегающий диктант». Для проведения упражнения учащиеся делятся на пары или группы. В разных частях класса находятся тексты для диктанта. Один из учащихся диктует текст, другой или другие учащиеся записывают, затем сравнивают работу с образцом. Цель обучения. 4.4.3.1. Обозначать на письме непроверяемые безударные гласные, проверяемые в корне слова и подбирать проверочные слова. Уровень мыслительных навыков применения. Критерия оценивания. Учащиеся записывают предложения по диктовку, соблюдая нормы орфографии. Дескрипторы. Пишет правильно слова с безударными гласными. Пишет правильно слова с парными согласными. Пишет правильно слова с сочетанием жи, ши, ча, ща, чу, щу. Жить. Без муха. Думаю. Без стекла. Они догоняют есть пищу. Пищу. Без соли. Что есть? Пищу. Пищу. Друзей много. Без соли. Друзей много. Позьмите. Кире. Шире дорога. Возьмите свои листочки, подойдите к текстам, с которыми вам диктовали слова, и проверьте. Анализ результата формативного оценивания позволяет получить информацию о трудностях, с которыми столкнулись учащиеся, и принять решение о необходимых мерах по их преодолению. Например, анализ результатов проверочных работ позволяет выявить группу детей, для которых определенные задания представляют сложности. О делах обучающихся, которые испытывают трудности по теме и разделу, ну и наиболее трудные, проблемные для обучающихся вопросы, задания и темы. В заключении хочется сделать вывод, что процесс формативного оценивания представляет собой циклическую структуру, иллюстрирующую то, что оценивание выступает как непрерывный процесс, интегрированный с методикой преподавания и учения, нацеленных на устранение пробелов в знаниях у учащихся. Более подробно с принципами и особенностями применения формативного оценивания вы можете познакомиться в учебно-методическом пособии руководства по критериальному оцениванию, выпущенном Автономной организацией образования Назарбаев интеллектуальные школы в 2016 году. Итак, сегодня мы рассмотрели применение некоторых стратегий формативного оценивания на уроках русского языка как второго в четвертом классе при развитии навыков чтения и письма. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»